здравствуйте дорогие телезрители и конечно мои подписчики на канале youtube сегодня тема очень интересная не фекла фекла не свекла свекла вот про нее мы поговорим но не о сортах и ее агротехники ну коснусь слегка а ее пользе и вреде свекла появилась на наших столах и вообще в природе возделывания очень давно в доисторические времена это точно ее латинское название бета бета им это ее основное вещество которое имеет вот такой замечательный цвет кстати сразу оговорюсь вот такого цвета продукты соки и блюда из них противопоказаны ну с опаской нужно употреблять беременным и маленьким детям потому что это может вызвать аллергическую реакцию а это нежелательно для малышей для кормящих или беременных мам значит выращивая свеклу выбирая ее вы конечно там да смотрите на форму плода длинный круглый там какой сладкий не очень ну и правильно делаете потому что вот именно это вещество основное свекло бетаин он совершенно замечательно ведет себя в человеческом организме не давая кишечнику засоряться и свекольно-морковный сок выдержанный три часа после его до выдавливания из корнеплода в сыром виде а он все что есть в кишечнике просто удалит можно есть отварную свеколку если есть проблемы да с запорами среднего размера свеколку отварную можно съесть и процесс будет нормально нормализуется по крайней мере кстати сказать бетаин который находится да как основное вещество которое и работает в организме человека принося массу пользы для ученых было вообще просто загадка как это вещество может сохраняться в сыром в вареном и даже в жареном виде то есть какую бы свеклу вы не употребляли вы все равно получите пользу очень полезно употреблять свеклу ну какая вам больше нравится людям которые склонны к ожирению если употреблять свеклу то этот процесс как бы притормозиться или остановится совсем потому что обмен веществ идет очень очень и очень интенсивно конечно очень хорошо свекла действует на сердечно-сосудистую деятельность и я уже говорил что свекольно-морковный сок в количестве 100 миллилитров очень хорошо помогает но обязательно помните что три часа он должен постоять вот чтобы не было спазмов сосудов три часа свежевыжатый сок обязательно стоит на столе и ждет когда пройдет время запомните три часа этот овощ незатейливый имеет своем составе огромное количество минеральных веществ это и магний и калий и фосфор и йод и так далее очень хорошо очень хорошо действует на организм потому как вот в этом овощи находится витаминоподобное вещество его называют витамин b9 именно он сохранить ваш организм и будет препятствовать образованию или возникновению я бы сказала лейкемии и анемии а вот особое внимание вот на этот овощ должны обратить мужчины потому что считается нашим нашими врачами медициной установленный факт что после 50 лет развивается такое гадкое заболевание как аденома предстательной железы это страшная вещь это мучения невозможные поэтому принятие такого овоща поможет обязательно но опять же знаете всегда есть какое-нибудь но если свекла будет препятствовать разрастанию этой предстательной железы когда все ущемляется и человек не может просто позволить себе эти действия которые всегда мог так почему же вроде как бы не есть там одну свеклу то чтобы все стало на место а вот и нет если все-таки есть почечно-каменная болезнь то есть в моче есть кристаллики как они правильно называются аксалатных там каких-то до камней образований то употреблять свеклу и сок ее нежелательно поэтому очень внимательно к этому отнеситесь одно будем лечить другое будем калечить если нету противопоказаний значит свекла и даже развитие вот аденомы простаты она может и не произойти никогда почему нет потому что употребление в общем полного комплекса да мы же овощи зачем с вами сеем в каждом из них есть то что помогает человеку быть здоровым так вот давайте будем здоровыми да вот в этой красавице свекли находится такое вещество которое называется фолиевая кислота именно она помогает организму но все строит так в организме что активные кислород поступая в клетки организма препятствует возникновению раковых опухолей кстати сказать если у человека обнаружили рак кожи то примочки из свежевыжатого свекольного сока накладываемые на это место постоянно могут помочь избавиться от злокачественной этой опухли которая может перейти просто в доброкачественную понимаете да а и это уже легко удалить уже не проблема ну а теперь о конкретном вреде который свекла может принести человеческому организму значит все таки заболевания желудочно-кишечного тракта хронические постоянные печени и конечно почечная недостаточность хронической форме вот при всем этом нельзя употреблять свеклу можно спровоцировать еще худшее состояние человек должен понимать что если на его столе никогда не было такого продукта так надо вводить его если вы здоровы послегка потихоньку чтобы организм привык потому что действие вот любого овоща любого сока из него не важно как это называется оно всегда может принести не только пользу но и вред ну я надеюсь что я хоть как-то познакомила вас с тем что можно а что нельзя и я буду очень рада если вам поможет от каких-то проблем но не создавайте себе нового всего доброго вам и до свидания